всем привет дорогие друзья привет сейчас 8 часов пол девятого после работы мы поехали домой чуть-чуть отдохнули чтобы жара спала и сейчас катаемся по алане приехали в район оба встретиться с нашими друзьями надеюсь что будет что-то интересное что я вам могу показать ну и конечно же вы когда приезжаете в отпуск в аланию после захода солнца обязательно выходите на набережную на улице гуляйте потому что очень прохладно и классно многие из вас спрашивают про район оба в районе оба я уже делала одно видео чем примечательный район оба в принципе ничем в нем находятся отели магазины рестораны вся инфраструктура есть но это конечно же не центр там нет никаких достопримечательностей но из района оба очень легко доехать на автобусе 1 и 101 до центра лани ехать примерно ну наверное минут десять не больше поэтому несмотря в каком рай несмотря на то в каком районе алании вы находитесь где находится ваш отель вечером обязательно садитесь на автобус или с друзьями можете скинуться на такси тоже выйдет недорого приезжайте в центр алании гуляйте и наслаждайтесь вот этой вот прохлады вы не представляете что днем просто жарит воздух как в сауне сейчас народу здесь на улице никого не потому что 10 в основном жилые комплексы сейчас время ужина также в гостиницах поэтому мы подъезжаем центральной улице в общем если будет что-то интересное и как вы думаете дорогие друзья где мы находимся мы на заправке да 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 сегодня мы будем делать обзор турецкой заправки приехали к нашему знакомому и сейчас покажем себе на проблему libre смертность черной лучшие качество расправки выпивали лпъл 344 дизель motor в дизель 583 пауру 5.86 но�м 수도 Готовы цилиндров. Штуры 3500 и 6.32 Дизель. Готовы цилиндров. Но лпг текел. Айхан, где этот петрофт в петрофт? Ага, где стоит депо? Какого крупного танка? Действия в городе, где в городе 20 тонн. ирмитон ну в общем заправка в центре города да друзья в турции заправки в центре города прямо около жилых домов и в турции очень много заправок поэтому если вы едете даже в какую-то глушь как вам кажется вы всегда сможете заправиться бензином сходить туалет покушать на многих заправках есть чай кофе сможете купить какие-то вкусняшки воду самое главное и так далее и конечно же помыть машину вот как мальчик все сделает помыть машину ну и вот здесь стоит наш мопед обзор на которые вы хотели мы сделаем в скором времени этот мопед кстати у нас электрический мы его используем уже больше трех лет точно и ни разу еще не меняли батареи поэтому обещаю обещаю ближайшем будущем я сделаю обзор на наш супер мопед сейчас зайдем внутрь здесь можно купить мороженое различные напитки шоколадки ну и конечно же во всех заправках есть туалет и можно купить игрушки какие-то запахи для машины масло в общем много всяких разных интересных штук ну и конечно же подкрепиться здесь принципе ничего особенного цены на заправках чуть выше чем магазинах но мы когда путешествуем по турции мы обычно тоже покупаем на заправке здесь продается много разных орешков вот например смотрите такая пачка стоит 250 чуть побольше 850 я люблю больше всего вот такие вот орешки ну и конечно же друзья писташки из газе антепа самый-самый вкусные в турции и гуляя по торговому центру аланью сайханом куда мы кстати опять не планировали вообще заходить до планировали в этот бонер заходить мы заходили в пола закупили в это самое когда не планируешь что-то получается всегда самое классное интересное и встретились с валерием и с марией вы из москвы расскажите немножко себе мы из москвы мы здесь уже четвертый год и в принципе для нас аланья махмотлар в частности это как уже второй дом и в принципе я думаю что так будет продолжаться еще долго поскольку мы даже скучаем по поэтому по этому второму по морю по жаре да по просто нет уже жары до фрукты конечно да жара уже уходит на второй план мы уже привычные к этому делу никакого дискомфорта это нам не доставляет я занимаюсь гимнастикой у нас в доме проживают из казахстана и из россии с разных городов начиная там челябинска и екатеринбург и москвы проживают даже из туркленистана многонационального мастерства да естественно соответственно турки то есть да очень-очень многонациональный дом все живут а сколько вы лет уже вот так вот живете четвертый год почему я что и будем продолжать путешествуете ли вы по турции по окрестностям дальше ламина не уезжала на на резкости и окрестности в принципе все что все что описывает своих роликов анастасии практически везде ну в некоторых местах были даже раньше там допустим карканьон сападера мы были еще мы каждый год туда один раз хотя бы выезжаем потому что и мы купаемся именно боитесь мы именно купаемся мы не просто посмотрели уехали мы именно в рабочей одежде в плане плавок и купальников именно там купаемся именно этот оставляет огромное удовольствие это же какой тебе любимый какого ты любишь больше клубнику а мама уже русская половина грузинка потому что моя мама тоже нет мамы именно грузинка а мне это мы еще не выложили мы делали только прямой эфир и кстати да мы кстати поедем 18 числа в карс на поезде вообще по турцию нас будет 10 дней как раз то время когда мы будем в карсе я выложу вот эти все прошлогодние я потому что куда ты мой эфир нравится тебе любишь маркипатит они в грузию ездили в этом году ездили в грузию я работала при курорте они жили здесь также по закону можно два месяца еще месяц добавить но при этом нужно выехать и заехать соответственно они месяц здесь пробыли выехали бабушки в грузию море тоже на черном вот пробыли там едины вернулись собственно массы все у нас с тобой в этом плане все изведано приезжаешь на автогар садишься в автобус покупаешь вообще куда хочешь автобусы очень комфортабельно это многие говорят о том что они боятся например поехать куда-то на автобусе вот скажите людям чтобы не боялись даже если они не знают язык их за руку возьмут язык в общем-то подошел к турбилет сказал куда вообще проблем каких-то не было связанных с языковым барьером или связаны скажем с незнанием местности вообще все решаемое а скажем booking или там апартаменты или снять на букинге отели ты можешь спокойно в любом приложении на букинге с турции никак конечно не работает вы просто ванталий снимали она с территории турции на турцию booking не работает но на любом другом сайте да ну да на любом другом сайте то есть можно зарезервировать номер в отеле любом городе все работает нас блажь было желание поехать все-таки на кипр съездить ну на наш северный кипр смысле нашли турец я оговорился немножко но все равно в нашу пользу оговорился вот ну пока еще вот это вот поездка не срослась а так хотелось бы еще там посмотреть тоже там классно мы ездили позапрошлым году не помню там очень классно ну и сюжет помню тоже по северному кипру встречи 1 1 парома на кипр мы ездили до того как мы начали канал вести поэтому это было точно два года назад или есть что посмотрите в принципе вот хотелось бы вот а так немножко и дальше антарии интересно было бы съездить это и мне вообще идея что когда-то я может если будет чуть больше времени смог бы добраться на машине а есть такие смельчики из норвегии едут из голландии совершенно верно причем есть такие которые на велосипеде здесь смелости особой то нету здесь вопрос упирается даже не во время где-то примерно нужно четверо суток из москвы добраться сюда до алании через грузию здесь вопрос упирается только один это граница грузии и россии там бывает происходит просто вот такой столкотворение автомобильное до 7 8 часов бывает ты можешь попасть в ту или в иную сторону я один раз будет и я ездил на машине еще а вот и обратно когда возвращался 7 часов мы с мамой стояли на границе это очень тяжело тяжело если бы не этот вот злополучный вопрос я в общем вот такая вот у нас классная встреча спасибо большое да друзья спасибо большое что когда вы нас видите с айханом вы подходите не стесняйтесь конечно же потому что для нас самое главное видеть людей вживую с которыми мы общаемся через экран вот и нас видите вы у вас тоже хотели поэтому если вы нас видите подходите будем знакомиться подкаться снимать видео я считаю что когда человек работает это работаю очень серьезно я имею ввиду вашу работу естественно то даже обычное спасибо которые конечно должно быть все-таки приятный твой труд значит помимо материального какого-то вознаграждения он еще и нужно иметь подкрас эмоциональный да поэтому да большое спасибо когда вы пишите комментарии благодарите сегодня прям куча комментариев спасибо спасибо поэтому и вам тоже спасибо что смотрите пишите комментарии самое главное даже здесь смотрим анастасия на все айхан уже устал проголодался и пойдем на 2 ну что друзья вот такой вот очередной интересный вечер у нас получился мы опять встретились нашими подписчиками хочу еще рассказать вам всем большое спасибо за классные комментарии за то что вы пишете такие добрые слова нам очень очень приятно и надеемся что наше видео вам помогают том что приезжайте в аланию и заранее уже здесь все знаете ну а на сегодня мы с вами прощаемся всем всего хорошего пока 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 подписывайтесь на канал ставьте пальчики вверх увидите много нового